Всем привет! Меня зовут Анастасия, я из Музея Занимательных Наук «Фокус». Сегодня мы решили провести для вас одно из самых зрелищных и вместе с тем темных и опасных шоу под названием «Тесла-шоу». Само название «Тесла-шоу» берет свое имя, свое название от имени великого ученого-изобретателя Николы Теслы. Я думаю, что, возможно, многим уже известна эта фамилия, даже если вы ничего не знаете про генератор Теслу, уж, наверное, вы слышали про электромобиль Тесла, верно? И сегодня как раз-таки речь пойдет об электричестве. Мы с вами начнем с самого простого, мы узнаем об статическом электричестве, затем увидим молнии, большие, маленькие, и, если все получится, конечно же, попробуем поймать молнию своими собственными руками. Итак, не будем долго затягивать, давайте приступать. Что мы с вами знаем об электричестве? Вообще электричество, конечно, очень хорошо вошло в обиход нашей жизни. Мы себе не представляем жизнь абсолютно без таких электроприборов, как холодильники, микроволновки, стиральные машины и так далее. Как вы думаете, какой самый опасный электроприбор находится практически у каждого дома? Давайте я дам пару секунд для того, чтобы подумать, какой же все-таки электроприбор считается самым опасным. Я уже знаю. Итак, я думаю, что у каждого из вас разные варианты. Самым опасным считается фен. Как бы вы думали, почему? Он часто находится в близкой доступности к воде, а вода – это замечательный проводник, проводит очень хорошо ток, поэтому нужно быть аккуратными при использовании, в том числе и фена, и в принципе, в целом электроприборов. Мы все знаем, что мы очень аккуратно обращаемся с электричеством, и наше шоу абсолютно безопасно, если знать, как правильно обращаться со всей специальной техникой, которую мы сегодня принесли. Вы уже могли заметить, что на моем столе много интересных и непонятных вещей. Мы обязательно задействуем все, и даже маленький секретик самого важного экспоната, который мы с собой сюда привезли, в честь которого называется наше шоу на данный момент. На моем столе нет, он не поместился, и мы потом его обязательно сюда поставим. Ну что ж, как я уже обещала, мы начинаем с самого легкого, самого простого. Какое электричество мы встречаем с вами каждый день, буквально, ну ежедневно? Конечно же, это статическое электричество. Что это такое? Это электрические заряды, которые находятся в состоянии покоя. Как мы можем в домашних условиях, вот прямо сейчас в нашей импровизируемой студии, воспроизвести эти заряды, как мы можем создать это статическое электричество? Вообще непроизвольно. Оно возникает когда? Да. Например, если мы зимой надеваем свежевыстиранный свитер, шерстяной или синтетический, на свежевымытую голову, и наши волосы начинают электролизоваться, правильно? Либо, например, если мы застилаем кровать каким-нибудь свежевыстиратым бельем, и потом в темноте можно увидеть под одеялом искорки, это как раз-таки и есть статическое электричество. Вот, например, самый простой способ. Мы берем маленький воздушный шарик, берем одну маленькую замечательную голову, сделала себе мини-комплимент, натираем волосы хорошенько шариком, и стараемся... ну, с первого раза не получилось, давайте еще разок. Нам нужно постараться хорошо зарядить этот шарик для того, чтобы он прикрепился к стене за мной. Этот почему-то не прикрепляется. Видимо, недостаточный заряд, а может быть, у меня челка не подходит. У меня сегодня в зале сидят испытуемые, так что, если моя голова недостаточно хороша, я воспользуюсь любезно волосами других людей. Так, ну вот пришел этот момент, когда мне нужны мои испытуемые, видимо, моя голова не работает. Итак, сейчас я постараюсь особо не использовать прическу. Хорошиночко натирить этот шарик. Так, я уже чувствую, что на нем есть заряд. Посмотрите, чудесно получилось, правильно? Так, давайте попробуем второй шарик прицепить. У меня как раз-таки есть еще один второй испытываемый. Прошу, подходите ко мне, если вы не переживаете за прическу. Посмотрите, все прекрасно получилось. Мы смогли в домашних условиях самостоятельно, быстро, просто наэлектризовать, то есть придать определенный заряд нашим шарикам, и они притянулись, приклеились к стене. То есть заряд самого шарика отличается от заряда, в данном случае, ткани, которая висит за моей стеной. Один заряд положительный, второй заряд отрицательный. И, соответственно, они притягиваются друг к другу. Что еще мы можем сделать именно в рамках статического электричества? Ну, вот у меня, например, подготовлены вот такие вот маленькие, уже порванные на кусочки, салфеточки. Давайте мы их раскидаем по столу и попробуем тоже притянуть с помощью шарика. Я все еще не опускаю руки и стараюсь наэлектризовать шарик с помощью своих волос. Не знаю, как у меня получится. Слушайте, я сегодня, видимо, ни на что не гожусь. Давайте еще раз попробуем. Нет, не получается. Может быть... Давайте снова пользоваться силами наших прекрасных экспериментов. Натерли. Я вижу, что немножечко притягиваются салфетки, но недостаточно. Нужно еще немножко. Еще немножко мне нужна чужая голова. Снова. Видите, какой деликатный эксперимент. Очень тонкая настройка. Вот для меня еле-еле заметно, но оно почему-то не магнитится. Может быть, у вас получится. Вы можете попробовать. Мы можем пока что его отодвинуть в сторону, но это не значит, что мы с ним заканчиваем. Немножко в другом прочтении потом этот фокус заново эксперимент проведем. Ну что ж, с эстетическим электричеством мы примерно поняли. Теперь я хотела бы вас познакомить с одним интересным элементом. Я ведь обещала сегодня молнии, верно? И вот мы потихонечку идем в направлении этих молний. В моих руках сейчас находится очень маленький элемент. Я бы хотела, чтобы сейчас камера покрупнее сняла этот элемент. Он называется пьезоэлемент. И он находится в зажигалке. То есть, благодаря этому элементу как раз-таки работают самые обыкновенные зажигалки, которые мы можем купить в магазине. Как он работает? Здесь наверху находится кнопка. При нажатии на эту кнопку пьезокристаллы, которые находятся внутри, сжимаются очень сильно близко друг к другу. И появляется искорка. Искорка настолько маленькая, что ее невозможно увидеть не то чтобы камеры, а я даже своими глазами ее не вижу. Но ее можно почувствовать. Например, я могу с помощью этого пьезоэлемента ударить своего испытуемого током. Меня уже по взгляду понимают. Итак, нужно поставить вот так вот руку ко мне ручком. Получилось почувствовать? Я даже увидела небольшую искорку. Вот такие вот маленькие механизмы раньше часто встречались в детских игрушках, которые выглядели как пачка жвачки. И, например, один ребенок приносит в школу эту пачку жвачки, угощает второго. А когда второй любезно соглашается вытянуть жвачку, он хватается за элемент и его бьет током. Вот такая вот небольшая шутка. Такой же пьезоэлемент находится в пьезозажигалке. Возможно, у кого-то из вас есть газовая плита, и для того, чтобы ее зажечь, необходима вот такая вот зажигалка. Все знают, как ей пользоваться. Здесь кнопка достаточно большая, мы на нее нажимаем и слышим характерный звук. Это как раз таки та самая искорка. То есть мы снова нажимаем на кнопку, мы снова сжимаем пьезокристаллы, и снова появляется искорка. Только если в предыдущем случае с зажигалкой искорка воспламенялась при взаимодействии с жидкостью определенной, то здесь искорка воспламеняется при взаимодействии с газом, как раз таки газовой плиты. Я не знаю, насколько хорошо видно. Постараюсь показать на камеру. Камера постарается снять. Вот помощью таких приборов можно посмотреть маленькие, небольшие искорки. Хорошо. Можно также обратить свое внимание на более большую молнию. И мы с вами переходим к интересным, большим, любопытным экземплярам и экспонатам. Вот, например, передо мной сейчас стоит справа от меня генератор Ван Деграфа. Для чего он нужен? Этот генератор нужен для того, чтобы механическую энергию преобразовывать как раз таки в электрическую. Давайте с вами сфокусируем свое внимание на вот этой трубке. Внутри находится желтая лента. Как только я включу этот генератор, она начнет свое движение. И благодаря трению станет превращать механическую энергию в электрическую. Вот здесь между двумя шарами начнет появляться молния. Вам очень важно сконцентрировать свое внимание на пространстве между двумя шариками. Молния издаст характерный звук, ибо звуку вы поймете, я даже ее немножко сдвину вперед, что молния появилась. Ну что, мы начинаем. Итак, первый заряд молнии случился. Почему же нам пришлось так долго ждать? Нам необходимо выждать какой-то период для того, чтобы эти шары обрели свои определенные заряды. Давайте мы с вами еще раз посмотрим, приблизим как раз-таки вот этот кадр и посмотрим на расстояние между двумя шариками. Так. Ну и давайте еще раз, третий раз. Мало ли, кто-то еще не увидел. Может быть, для разнообразия немножечко в сторону отведем этот шарик для того, чтобы спровоцировать более длинный разряд, более длинную молнию. Сверкнуло. Я надеюсь, что камера способна уловить эту молнию. Но на этом эксперименты с генератором Ванда Графа не заканчиваются. У нас все еще остались вот эти наши маленькие кусочки, салфеты, которые, к сожалению, мне не поддались в прошлом эксперименте. Но я надеюсь, что они покорятся мне сейчас. Итак, мы раскладываем сверху разорванные кусочки и включаем генератор. Что сейчас происходит? Все кусочки этой салфетки разлетелись в разные стороны. Что это означает? Что разряд, который находится на самом шарике, и разряд, который получили, заряд, который получили вот эти салфетки, одинаковый. И одинаковые заряды отталкиваются друг от друга. Давайте мы еще раз посмотрим на это. Положим даже чуть побольше. Представим, что у нас сегодня такой мини-салют. Интересно, смогут ли последние отпрыгнуть от этого шарик, оттолкнуть? Да, и мы даже услышали с вами звук. Но на этом мы тоже не прекращаем свою работу с этим прекрасным генератором. Я принесла для него вот такой замечательный парик. А то он как-то лысенько смотрится, а я думаю, что мы его можем немножечко украсить. Давайте посмотрим, как эксперимент будет выглядеть, если мы наденем на наш шарик вот такую замечательную блестящую вещицу. Выжидаем некоторое время. Все-таки блестящих полосочек у нас достаточно много на этом парике. Немножко этот шарик отодвинем. Встряхнем парик еще раз. Смотрите, заработала. Что мы с вами видим? Можно сказать, волосы на парике отталкиваются друг от друга. Мы уже знаем, что это одинаковые заряды друг от друга отталкиваются. Как нам этот эффект нейтрализовать? Ну, достаточно просто. Я могу просто прикоснуться пальцем, и все опустится. Давайте снова посмотрим, как это выглядит. Замечательное чучело получилось. Когда я прикасаюсь к этому парику, я чувствую легкий разряд током, совсем невесомый, и слышу характерный звук. Так, ну что ж, спасибо нашему генератору. Он на славу потрудился. Теперь я бы хотела вам продемонстрировать трансформаторы. То есть, если здесь речь шла о генераторе, о приборе, который превращает механическую энергию в электрическую, то сейчас мы перейдем к трансформаторам. Это приборы, которые позволяют изменять силу и напряжение тока. У меня в руке очень маленький трансформатор. Вот так он выглядит. Он практически ничего не весит. И у меня есть еще его собрат, аналог. Ну, он очень увесистый. И вот такие вот трансформаторы находятся внутри холодильников, морозильных камер, которые внутри старых телевизоров могут находиться. Он достаточно тяжелый, но, конечно же, по сравнению с этим. И внутри вот этих шаров, которые мы сегодня решили вам представить, находятся как раз-таки подобные этим трансформаторы. Я думаю, что плазменные шары знакомы многим. Давайте с вами я продемонстрирую эффект, как они работают. Для этого мне нужно включить их в сеть. Немного изменю их местоположение, для того, чтобы они попали на черный фон. Все-таки в наших условиях очень важен контраст. Посмотрите внимательно. Данные шары носят название плазменных шаров. Внутри них находится самая настоящая молния, и ей даже можно управлять. Можно прикоснуться, можно управлять ей. Я абсолютно ничего не чувствую, но если мы будем присматриваться, увидим, что как раз-таки к моей руке, к моему пальцу тянется вся энергия, находящаяся внутри. Мы можем увидеть, что самая толстая, самая светящаяся яркая молния как раз-таки идет в моей руке. Давайте немножко поиграем с этими методическими шарами. Существуют помимо шаров также плазменные диски. И с помощью этих шаров можно, конечно же, бить током. Но мы сегодня этим заниматься не будем. Вот в этом плазменном шарике молния примерно 4-5 см. Вот в этом плазменном шарике примерно молния 10 см. Здесь 20 см. Но я бы хотела вас немного удивить. Я сегодня вам покажу молнию длиной целый метр. Но чуть позже. Я бы хотела у вас узнать, скажите, точнее подумайте, можно ли зажечь какой-либо осветительный прибор на расстоянии, при этом не подключая его к сети? Казалось бы, нельзя. Но я бы не задавала такой вопрос, если бы все-таки нельзя было. Я принесла еще одно специальное оборудование. Вот такие интересные лампочки. Давайте попробуем на расстоянии зажечь эту лампочку. Не подключая ее ни к чему. Она загорелась зеленым цветом. Я надеюсь, вам видно. Так. А что, если мы возьмем точно такую же, только побольше? Загорится ли она? Давайте попробуем. Загорелась. Давайте найдем самое оптимальное положение, чтобы можно было видеть всю яркость этой лампы. Можно вот так попробовать, как нимб. Давайте еще попробуем взять лампу еще больше. Попытаемся ее зажечь. Так, у меня получается. Видно ли вам? И также у меня есть другие лампы. Они называются газоразрядные лампы. Есть не только круглые, но еще вот такие вот длинные. Мы видим, что на каждой лампе, каждая лампа загорается, даже без прикосновения к нашим плазменным шарам. Мне кажется, замечательный эффект. Можно играть в звездные войны. Играть до тех пор, пока наши звездные мечи световые не разобьются. Так. Ну, хорошо. С этим мы разобрались. Я вам обещала показать молнию длиной в целый метр. И, конечно же, слева от меня неспроста стоит вот такая вот высокая колба. Сейчас мне нужно будет отключить наши плазменные шары для того, чтобы освободить место для чего-то более масштабного. Итак, в сторону убираем наши плазменные шары. Освобождаем место. Ну что, вы готовы посмотреть на молнию длиной в метр? Я включаю. Вот такая вот молния, в которой тоже можно совершенно безопасно прикасаться. Можно, так сказать, регулировать длину, на которую она возвышается в этой колбе. Если я перехватываю, например, эту колбу внизу, как вы видите, выше уже молния не идет. Давайте с ней тоже проведем эксперимент и попробуем зажечь возле нее различные газоразрядные лампы. Она достаточно мощная. Рядом с ней получается практически без проблем зажечь очень яркие газоразрядные лампы. Я думаю, что вы видите разницу. Рядом с плазменными шарами свет был все-таки не такой насыщенный, не такой яркий. Попробуем сделать то же самое с кольцевой лампой. Замечательно. Также я бы хотела попробовать еще провести один эксперимент. Можно ли провести по телу человека разряд тока так, чтобы человек оказался проводником, чтобы он сам зажег газоразрядную лампу. Я думаю, что можно попробовать. Что для этого нужно сделать? Обхватить в данном случае нашу молнию, взять второй рукой газоразрядную лампу. И по мне сейчас течет ток. И именно он зажигает вот эту лампу. Я могу даже убрать руку в сторону, если вам кажется, что лампа загорается только от того, что она находится вблизи. Нет. Она загорается именно потому, что я ей передаю этот разряд. Так, давайте попробуем с другой. Нужно найти определенный угол. Иногда они бывают достаточно капризные. И не всегда проводят ток. Может быть, другую. Сейчас попробуем. Вот с этой получилось. Вот теперь это точно похоже на какие-то джедайские световые мечи из Звездных войн. Так, замечательно. Конечно же, это не все, что мы хотели вам сегодня показать. Для того, чтобы показать нечто большее, огромную молнию, мне необходимо поменять оборудование. Итак, мы убрали все старое оборудование и поставили гвоздь программы, а именно трансформатор Тесла. Это как раз-таки тот аппарат, который позволит нам увидеть достаточно большие видимые молнии. И вот именно сейчас мы попробуем поймать эти молнии руками. Что ж, давайте постараемся его включить. Внимание свое нужно обратить на самую верхушку трансформатора, а именно на острие вот этой иглы. вы увидите небольшой разряд молнии. Можно немножко увеличить. Я не прикасаюсь к газоразрядным лампам, которые лежат у нас на столе, но я уже замечаю, что некоторые из них начинают сбракать. Да? Давайте с вами попробуем поднести каждую из них и проверить, насколько сильно они загораются. Давайте вспомним, как они загорались рядом с плазменными шарами, рядом с плазменной трубой. И даже на таком большом расстоянии они загораются рядом с нашим трансформатором, настолько он мощный. Мне кажется, благодаря этой кольцевой лампе можно светить достаточно большое включение. Выглядит эффектно. Ну, хорошо. Помимо газоразрядных ламп, рядом со мной находится еще одно специальное оборудование. Это перчатка. Казалось бы, что перчатка необычная. Действительно, у нее особенная текстура. Если немножечко приблизить... Я сейчас уберу как раз-таки наш топ. Если приблизить, можно заметить, что она сделана из маленьких колечек металлических. То есть она как кольчуга. Вообще, эта перчатка не специализированная. То есть это не специальная перчатка для того, чтобы проводить Тесла-шоу. Эта перчатка нужна для того, чтобы разделывать мясо и чистить рыбу. Но вот мы приспособились и решили использовать ее в этом деле. Для чего же она мне нужна? Конечно же, для того, чтобы попробовать, рискнуть и прикоснуться как раз-таки к нашей молнии. Давайте начнем наш смертельный номер. Честно говоря, я совершенно ничего не чувствую. Вы, конечно, не видите выражение лица мое, так как я скрываю его рукой. Может быть, там какая-то гримаса боли. Вовсе нет. В общем-то, в этой перчатке, эта перчатка помогает мне не чувствовать тот разряд тока, который я получаю. Он распределяется ровно по этой перчатке. И на этом моменте я бы хотела позвать одного из наших добровольцев для того, чтобы продемонстрировать еще один очень интересный эксперимент. В данном случае я вручаю замечательную газоразрядную лампу нашему добровольцу. Мы его держим другой рукой. Включаю генератор. Можно немножко лампу так, чтобы она не горела? Вот, и вот, и вот, и вот. И состоит из сейфа. Честно говоря, я чувствую. Я чувствую. Немножечко такое щекотное ощущение тока. Спасибо. То есть, таким образом, сейчас на ваших глазах у нас получилось сделать самую настоящую цепочку из людей. И можно даже поставить не двух человек, не трех человек, а четыре и пять. Мы очень часто составляем такие цепочки из людей, для того, чтобы как раз-таки зажечь несколько лампочек. Получается очень интересно. Ну что ж, давайте посмотрим, на что, в принципе, способен наш генератор Тесла. У меня есть вот такая вот проволока. Для того, чтобы провести этот эксперимент, мне нужно выключить трансформатор. Не надо еще быть. Итак, мы выключаем трансформатор и помещаем нашу медную проволоку. Смотрите, какой она причудливой формы. У нее крылышки загибаются в разные стороны, а прямо по серединке находится спираль. Она сделана из меди. Мне обязательно необходимо выключить наш трансформатор, для того, чтобы я не получила никаких повреждений. Помещаю спираль прямо в центр, на центр острия. Она может быть немного деформирована, поэтому мне нужно найти баланс. И в этом эксперименте я бы хотела вам продемонстрировать работу ионного двигателя. То есть ионный двигатель — это такая задумка, идея, благодаря которой можно в будущем отправлять космические корабли в полет, и это было бы достаточно неэнергозатратно. Итак, я думаю, что баланс мы поймали и готовы включать наш трансформатор. Я думаю, что вам видно движение проволоки. Она начинает потихонечку раскручиваться в разные стороны. Я думаю, что можно не бояться и чуть-чуть добавить еще размаха. Так, пока не падает. Она может слететь. Если она упадет, мы поставим ее снова обратно. У нас на столе забираются лампы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, я думаю, что мы посмотрели леонный двигатель на разных режимах. Выглядит привлекательно, выглядит интересно. И все, что нам осталось, это отпраздновать окончание нашей с вами научной программы, нашего шоу прекрасным электрическим салютом. Кстати говоря, проволока совсем не горячая. Казалось бы, она испытала достаточно сильный разгляд тока на себе, но я свободно беру ее голыми руками и не чувствую совершенно ничего. Ну что же, перед тем, как продемонстрировать вам салют, я бы хотела поблагодарить вас за просмотр. С вами был Музей Занимательных Наук Фокус. Приходите к нам, смотрите наши программы. Всего хорошего! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...